Всем привет! С вами Шима, рада видеть вас на своем канале, и это арт-влог. Я тут в процессе написания. Процесс вон той дальней работы пейзажа вы увидите в этом арт-влоге. Разные стадии с разными секретиками, и увидите постадийность. Собственно, для чего эти работы я создавала? Создавала я их для моих новых курсов в школе. Этот уже в школе. Это все работы с соусом. Это коричневым, это черным. Вернее, это черным с коричневым смешанным, это черным. На разных бумагах. Это разный курс. Вот этот курс уже в школе. Соус для начинающих. Графический соус. Если кто-то не знает, что такое графический соус, это вот такой мелочек. Мы его натираем на тарелочку, либо на бумажку. Но сначала лучше на тарелочку. Разводим с водой, и как акварелью, грубо говоря, пишем. Только-только я закончила минуту назад писать. Процесс вам весь записывала. Но сюда, конечно, он весь не войдет. Весь он будет в онлайн-школе, потому что это много часов работы. А здесь покажу какие-то стадии, какую-то нарезку. Также не забываем, что у меня есть тикток теперь. И там все всякие таймлэпсики у меня сохраняются. Ну, сейчас везде вот эти короткие видео добавляю. Я их озвучиваю. То есть там, чтобы какие-то все-таки можно было обучающие моменты оттуда вынести. Как работать графическим соусом в жидком виде? Мы его размельчаем и работаем похоже на акварель, но не совсем. Потому что графический соус на правильной бумаге можно стирать ластиком, что вы сейчас и видите. То есть я сделала подложку из соуса большими крупными мазками, не особо ровной заливкой. Но потом это все исправляется при помощи ластика, то есть уже довольно ровный фон. Также я могу смешать несколько цветов соуса. В данном случае я работаю темно-коричневым и черным. И получается такой вот какой-то средний между ними оттенок. Черный графический соус никогда не будет действительно черным. Он будет бледнее черного, то есть уходить в серость. При этом у графического соуса уникальный финиш. Он матовый, похожий немножечко на вельвет. Подписывайся, чтобы не пропустить еще больше уроков. Поживайся и рисунку, а также переходи в мою онлайн-школу. Размер А1. Ну и переходим к процессу работы. Друзья, если вам нравятся мои видео и вам хотелось бы видеть их чаще, то ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Не забываем про колокольчик. И, конечно же, оставьте комментарии внизу под этим видео. Именно комментарии помогают продвижению видео в фидах подписчиков. Продолжаю экспериментировать с бумагой. Когда делала обзор на канале, кучу бумаг разных я испробовала. И вот еще одна пришла ко мне, британская бумага. Вот так называется. На ней буду большую работу делать. Я уже ее начала отрисовывать. На ощупь абсолютно идентична ватману, но плотная. 350 она, ватман 180-200 где-то. Также я на ней, кроме соуса, попробую еще и акварель. К сожалению, эксперимент провалился. Ничего с нее не стирается. Вот абсолютно одинаковая. Тот же состав, что в ватмане. Но ничего не стирается. Елки-палки. Ну вот это максимум. То, что стерлось. С большим усилием и много раз я возила. Во всю я уже работаю над новым пейзажем. Городской пейзаж будет тема. Новую штуку опробовала. Купила себе буквально пару недель назад. В доме использую с планшетом. И вот такая подставка писать. В принципе, удобно. Но если вот с большим форматом. Я уже отрисовала все, постирала лишнее. Если с большим форматом. Вот она двигается. Вверх. Низ. Там вот эта сгибается. Разгибается. То есть можно прям высоко ее сделать. Ну, поворачивать во все стороны можно. Если с большим форматом. Удобнее, наверное, вот сюда прищепка. Такой же крепеж. Она вот эта дорога. Ну, не дешевая штука. Фунтов 60 я, по-моему, отдала. Фунтов за нее. Вон она на полу стоит. Рядом с кроватью я иногда ставлю. Когда что-то на планшете надо поделать. Параллельно с телеком. Я всегда все делаю параллельно. Вот у меня какой-нибудь сериал включен. Если вот рука будет. Что такое рука? Рука это вот такой вот тип штатива. Вот он на полу лежит. Вот здесь он у меня крепится. Ее крепишь прям к мольберту. Или к холсту. Или к чему угодно. Крепишь. И вот так она свисает перед лицом. Прям. Это для каких-то деталей удобно. Потому что, например, вот я сижу. Вот сюда мне поворачивать голову. Вот так все время неудобно. Поэтому я могу выдвинуть, например, вот так рядышком поставить. И туда-сюда смотреть. Работать. Могу вообще плоско вот здесь сделать. В принципе, удобная вещь в работе. Еще, в принципе, в доме прикольно. Как я сейчас буду работать? Видите, что у меня довольно детальный рисунок. Обычно для соуса у меня не детальные рисунки. Здесь я сделала много деталей. Особенно основные ветки деревьев все прорисовали. Вот, собственно, у меня референс. Это я сходила, сфотографировала у нас в центре на набережной. Сначала эскиз я сделала. Потом несколько фотографий. И из нескольких фотографий уже референс оставила. Потому что, несмотря на то, что я предпочитаю и люблю работать с натурой, но курс записать и отфотографировать все для книги на улицу просто невозможно. То есть, даже вот здесь у меня свет везде стоит и так далее. Ну и тем более соус. Мне хочется пасмурный пейзаж сделать. И соус может повредиться, пока я его довезу, увезу и так далее. В принципе, с натуры мне легче и быстрее получается, как правило. Вот, например, вот этот Гринвич. Быстрый тюдик был вообще за минут 30, наверное, в Гринвиче. Я села в хорошую погоду и написала. Но мы жили у него, поэтому там рядышком было. И плюс быстрая работа, и летняя. А тут дождливая. И я уже начала говорить о том, что у меня отрисован тут очень детальный рисунок. Но не очень детально. Там будет гораздо больше деталей в окошках. Все это маленьких веток. Там будет сотни. Но довольно детально. Почему? Потому что бумага эта нифига себя не позволяет стирать. И здесь придется работать в технике акварельной. Даже вот в акварели я смываю. Я предпочитаю бумагу в акварельной, которую можно смывать. С этой вряд ли получится у меня что-то смыть. И это как раз сложный вариант ведения работы будет. Потому что так ластиком стер любые детальки. Например, окна. Я могла бы все... Вот здесь сетка вот окон намечена. Грубо, но намечена. Я могла бы просто залить черным вот это вот пятно. И потом ластиком аккуратно вытереть эти окошки. Сейчас у меня нет такой возможности. Потому что бумага... Я уже заранее знаю, что бумага это не позволит. Был бы у меня ватман. К сожалению, такого размера. Это лист А1 у меня. Чуть-чуть сверху я его подрезала. Это же более вытянутый формат. Лист А1. Сейчас из Москвы доставить я никак себе не могу. И, собственно, в связи с этим я пишу на такой бумаге. Поэтому будет близко к акварели. В принципе, техника та же, что и в акварели будет. Потихоньку наслаивать мы будем. Я сделала поярче рисунок. Потому что где-то буду делать большие заливки. Вообще, перед акварелью я обычно все бледненьким делаю. То есть, вот этот рисунок, он у меня вот такой. Вот это уже ядреный. Но я сделала специально поярче. Потому что я буду делать общую заливку неба. Чтобы у меня графит полностью не смылся. И было видно самые такие толстые веточки. Которые тоненькие. Я их вообще не намечала. Я их буду потом в самом конце делать. И разница тогда в спорте у меня. Зачем тогда соусом вообще делать? Если можно было бы сделать сразу акварелью. Ну, во-первых, мне соус нравится гораздо больше. Его поверхность вельветовая такая. На английском это вельвет. На русском это бархат. Бархатистая поверхность. У него финиш приятнее. Акварелью она более такая. И тушь. Но не настолько красивый финиш. Во-вторых, показать ученикам, как это можно делать. Вот так у меня выглядит первый слой. Соусом. Как я говорила, работаю в технике акварельной больше, чем соусной. То есть аккуратно смотрю. Если бы не в акварельной технике, я бы прям вообще темным бы все залила сразу. И фон бы залила сразу. Но надо перестраховываться. То есть чтобы не рассчитывать на то, что я что-то буду стирать ластиком. Есть вариант еще пройтись белым карандашиком потом. Или белилами темперы, например. Акварельные белилы вообще никогда не советую использовать. Если использовать белилы в акварели, например, тоже всегда лучше темперу. И сверху них делать ластировки. И получится красиво. А не как будто разбеленные и противные вот эти цвета. Залила основные веточки. Все темные. Самые темные. Сейчас я вторым этапом уже буду... Вот здесь тоже вот эти кусты. Все это я буду тоже добавлять. Но мне надо отфоткать первый слой, чтобы было понятно, вот этот вот кусок, например, что это одна единая заливка. Потому что там светлое небо. Здесь все это более пасмурное и темное. А так, конечно, вот эти палки одинаковыми не будут. Следующий будет потом полутона. Я начну с самых темных. Как и в акварели, я всегда начинаю с самых темных. И иду к светлому. Что это значит? Потому что кто-то мне пишет, что надо от светлого к темному. Мы, видимо, путаемся в одном и том же. То есть, что значит, что мы идем от темных? Вот я самые темные залила. Но в соусе я могу это темно, потому что это будет почти черным. Плюс чуть-чуть все-таки я сотру. В акварели это было бы побледнее на первых слоях. То есть, это было бы вот такой вот где-то тональности. Ну, в акварели я тоже буду писать большой пейзаж, поэтому все будет видно потом. Что это значит? То есть, я сделала вот подложку, да, и теперь на ней я могу прописывать самые темные вот эти все детальки. Но я их буду писать бледнее. То есть, я как в каком-то вот такой тональности буду их писать, для того, чтобы потом я могла еще их доработать, и потом я могла еще как бы сделать темнее, где мне это необходимо. То есть, например, крышу плюс-минус одной тональности, я ее всю разом залила. Мне уже не надо будет под нее подложку делать. Вот здесь тоже основной тон здания у меня есть. Теперь я могу детализировать. Обратите внимание на рисунок, что вот здесь его уже практически не видно. То есть, приходится вглядываться. Вот эти рамы, а это важно. То есть, их по линейке надо вот так прочертить, чтобы эти окна все сходились. В архитектуре вот так... Вот в этой архитектуре еще что-то криво-косо не так заметно будет. В современной архитектуре, в стекляшках, очень важно, чтобы было все выверено, все было ровненько. Я так уж терпеть не могу, но что поделаешь. Иначе будет сразу понятно, что криво-косо все сделано. На чем я сейчас пишу, пишу я черным соусом. У меня там немножко коричневого с предыдущего урока осталось. Ничего страшного. Заливки первые вообще на тарелке. Вот это из Икеи тарелка. Вообще лучшее, что со мной происходило. Для соуса очень удобная, большая. И на ней очень хорошо видно все градации. Но когда я буду делать детали, я уже... Вот у меня бумажка. Я уже буду проверять. То есть, я более сухо буду писать, проверять. Та тональность, не та тональность у меня. То есть, вот помягче. Вот я вот такую штуку сделаю. Еще даже ее побледнее. То есть, чтобы где-то было погуще здесь, а где-то было побледнее. И потом уже детали, когда я буду делать, я буду макать именно вот... То есть, я могу сколько угодно. Она высохла, заново его размачивать. Брать вот из нужного у меня цвета, проверять. И потом только вот здесь уже красить. Но это уже на детализации. Хотя, какие-то темные моменты, я, в принципе, могу и вот отсюда брать. То есть, в тарелке как бы большая часть начала работы. В конце уже чуть-чуть я буду проверять себя на палитре. У меня второй день работы. А тут хитрая лиса хочет украсть мое яблочко. Вот на этом я закончила первый сеанс. Этот сеанс был, наверное, часа два. Полтора-два часа. Я не засекала. Что я тут сделала? Я тут сделала все подложки соусом. Начала прописывать тоже соусом. Что я хочу сейчас доделать соусом? Соусом я хочу сейчас вот эти подложки под это здание сделать, как здесь. Что акварелью, что соусом абсолютно одинаково, так же оно будет. Учитывая, что я ничего не стираю. Поэтому, посмотрев это видео, вы можете то же самое делать и акварелью обычной. Работа потихоньку двигается. Уже сейчас перехожу я к завершающей стадии. На ней буду детализировать больше, прорабатывать этот дом. Здесь немножко кирпичики. Ну и, конечно, ветки. Там будет все в такой паутине из веток. Ветки, может быть, я буду изображать уже не кистью, а карандашом. Посмотрим. Я еще не решила. До этих пор было только соусом. Работа такая же, как и акварелью. Потому что я ничего не стирала. То есть, просто наслаивала постепенно. Вот здесь я оставила светлый бак. И вот здесь оставила светлый бак. Я еще думаю делать их цветными или оставить черно-белыми. Может быть, я вырежу кусочек бумажки, отдельно прикреплю. И посмотрю, как оно будет смотреться. Ну, финальная стадия будет довольно долгой. То есть, я буду прорабатывать уже детально все. Потому что сейчас это пока я набросала основные моменты. Тоже тон у меня определен, где что понятно. И сейчас просто сидеть и так более монотонно маленькие детали делать. Разница, кстати говоря, вот с этой лампой и без нее. Вот с холодным светом отражающимся. Вот. Ну, камера адаптировалась, елки-палки. На самом деле, стало намного темнее. Хотя у меня яркий свет потолочный. И стало намного теплее. Вот так нейтрально. То есть, белая бумага выглядит белой. Ну, вот моя работа и готова. Два сеанса она у меня взяла. Ну, как сказать два сеанса? Наверное, три сеанса. Потому что за два дня сделала, за два вечера вернее. Один вечер вчера, полтора часа где-то. И сегодня я до того, как пойти за детьми, поработала час, наверное. И после того, как их забрала еще, наверное, пару часиков. Ну, вот где-то примерно так. Но на мое время не ориентируйтесь, я довольно быстро работаю всегда. И, то есть, у меня не зависит. У меня что-то может быть дольше, что-то быстрее. Но соусом, в принципе, я довольно быстро работаю. Чем в итоге я сделала? Это все только соус. Плюс, в самом конце я добавила кое-где... Это у меня собака дверь открывает. Ну, заходи. Не? Передумала? Я добавила кое-где белый пастельный карандаш. Вот здесь вот пару веточек. Это можно сделать. Я предпочитаю темперы, но у меня было линию мешать. Поэтому карандашом быстро хоп-хоп. И тоже для курса полезнее будет карандашом. Потому что карандаш у всех есть. А темперы работать надо еще там свою специфику учитывать. То есть я вот здесь свет проработала. Здесь пару веточек добавила. Веток столько, сколько их там было, и решила не делать, чтобы слишком не перегрузить работу. Но при этом, чтобы они были. А, вот здесь немножко листики я проработала. Он мажется сильно. Вот это вот минус, чем я предпочитаю темперу, потому что она не будет мазаться. Соус сам все вообще не мажется. То есть вот я тру, ничего не размажется. Его можно даже не фиксировать. Я обычно не фиксирую. Но так как я ввела карандаш... А, ну вот здесь зонтик я чуть больше проработала. Отделила вот здесь немножко дерева. Потом, правда, растерла, чтобы оно не было слишком... Мне кажется, все, что я сделала карандашом... То есть никакие детали вот здесь карандашом я не делала. Все детали я соусом писала. А, в самом конце вот это у меня были изначально заготовлены. И в самом конце вот здесь добавила как свет внутри помещения. Для разнообразия какого-то. Здесь все вот это уже быстро кистью сделано. Отражения все тоже кистью. Так что вот такая вот работка. Как смонтирую будет новый курс в школе. Отфоткала. Самое ужасное это работа с фотографией. Потому что вот сейчас я на видео снимаю. Она очень близка по тону. То есть вот она так и выглядит. Как на телефон я сейчас снимаю. Но когда я буду фотографировать, будет куча всяких мазков, которых там вообще в помине нет. Работала. Я себе подготовила карандаши. Думала, может быть, сделать смешанную технику с угольными карандашами. Ну, конечно, это все не так кайфово, как кисточка. И решила голову не морочить. Сделать вот как для курса либо соуса, либо акварель. То же самое можно писать. Здесь, если сравнить, вот цвет соуса черный. И цвет, который коричневый смешанный с черным. Потому что так он тоже таким довольно черным казался. А если вот так их поставить, то большая разница по тону. И по объемам сразу такие яблоки кажутся объемными на фоне такой детализации. Это всегда так. И кажутся главными сразу. Когда много мелочи, рядом с ним возникает какая-то вот такая вот крупная форма. Крупная форма сразу кажется ближе, объемнее и реалистичней на фоне мелочи. Хотя, если так посмотреть, тут все такими мазками довольно крупными сделано. Здесь все уже мелочью сделано. То есть вот так кажется это реалистичнее. А если рядом ставить, то наоборот. К теме подписи и печати. Вот здесь она органична, поэтому здесь я ее поставила. Здесь я не буду ставить свою печать, подпись. Потому что, ну, не люблю я подписи. Я считаю, что если подпись ставить, она должна быть частью композиции. Это очень важно. Не надо ее лишь бы кляксу поставить. Если она не часть композиции, я лучше поставлю эту подпись с другой стороны. Если, например, заказчик у меня хочет, да, либо галерист требует. У меня нет цели везде все подписать, что все мое. Поэтому я этого не делаю. Но если будет обязательно требование, чтобы она была, например, в заказе каком-то, то тогда я буду заранее учитывать. В этот раз почти полностью отработала на тарелке. Но тонкой кисточкой надо было проверять на бумаге немножко. Также я на бумаге проверила, как наслаивается карандаш. Потому что вот этот хорошо наслаивался. Это у меня дервент. Вот так вот он называется. А другой так себе. Тоже, кстати, от дервент. И тоже черкол. Но он другой. Какой-то вот он Chinese White. Он такой более как будто восковый ощущается. Хотя тоже это как мел, грубо говоря. Ну что, на этом буду с вами прощаться. Желаю всем отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова